Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чисто Ньюз. Как вы уже успели заметить, у нас новый ведущий это Евгений Кашевой. Да, я всегда мечтал в этой программе. Ну, если быть точнее, то занять место Зеленского. Можно и так, да. На самом деле Владимир командирован в Москву, и теперь мы будем первыми узнавать о том, что происходит в России, и о том, что, по их мнению, происходит в Украине. С Владимиром мы связемся чуть позже, а пока коротко о главном. По результатам референдума на востоке страны сепаратисты наврали 98% голосов. В Межигорье в гардеробе Виктора Януковича продолжают находить интересные вещи. Недалеко от Киевской ГЭС был выловлен электрический карт. Благодаря фотографии, сделанной нашим журналистом, стало четко видно, откуда растут руки у главного конструктора отечественных автомобилей. Сотрудники СБУ вычислили человека, который занимается переброской российских диверсантов через украинскую границу. Теперь об этих и других новостях подробнее. В прошедшее воскресенье в Донецкой и Луганской областях прошли сразу два референдума. О независимости региона и о присоединении к Днепропетровской области. Власти России и Украины не знают, как отнестись к их результатам, потому что 90% избирателей проголосовали и за то, и за другое. Президент так называемой независимой Луганской республики опроверг подтверждение, что область была не готова к проведению референдума. В частности, отметил он, урн для народного волеизъявления было более чем достаточно. Они были установлены и в скверах, возле магазинов и во дворах. Не обошлось и без казусов. Так, на седьмом избирательном участке один из голосующих застрял в урне для голосования. Также на референдуме использовались специальные бюллетени для блондинок и других людей из женской логики. В этих бюллетенях «нет» означает «да», а «да» означает «нет». Учитывая ошибки проведенного референдума, а также с целью экономии времени, сторонники независимости региона решили в следующий раз печатать бюллетени уже с галочкой в нужном месте. К слову, в сети появилось фото правительства Луганской республики. Судя по изображению, врагом этих ребят является не правый сектор, не киевская власть, а неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Олег Царев объявил о создании независимой федерации Юго-Восточных республик Новороссии, сокращенно НФЮВРН. Первым делом на посту лидера НФЮВРН Олег Анатольевич внес за известного харьковского сепаратиста залог в 365 тысяч гривен. Если бы был високосный год, Олег Царев внес бы 366 тысяч. На Днепропетровщине при попытке захвата здания был пойман очередной террорист. Руководство области не может понять, кому отдавать премию в 10 тысяч долларов. Тому, кто его задержал или тому, кто проектировал оконную раму. А на связи наш специальный корреспондент Артем. Артем, здравствуйте. Какой сюжет вы приготовили сегодня? Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Евгений. В последнее время бытует мнение, что после ухода Виктора Федоровича Януковича наша политика стала какой-то скучной. Ни тебе ляпов, ни оговорок от первых лиц. Поэтому я решил определить лучшие ляпы бывшего президента Украины по мнению простых украинцев. Ну что, начнем наш хит-парад? Да вы что, ну там каждый второй начинает этой ручки, заканчивая яйцами, которые еще были тогда, или жвачками, которым он давал Путину и Медведю. Наверное, его еще из-за этого тогда аж не полюбили. Хорошо бродить по сверху, карамелькой защиткою, а еще одну для друга взять хороший запас. Самое так, что первый приходит, когда вот венок падал, но это не его вроде ляпка, когда он на стадионе не мог встать с кресла, ну тоже вот так, не его вина. Как это, а чья? Кто ж отъедал такую? Ну, тут. Помню Анну Ахметову, помню. Хохотали. Вот хоть вы ее помните, и он ее помнит. Очень хорошо помню, да. Я хотел бы о некоторых из них сейчас сказать. Это поэтесса Анна Ахметова. Ахметов? Не, Анна Ахметова, знаете. Анна Ахметова, это жена Ахметова, да? Ну да, и она же... Или дочка, или жена, да? Жена, она же писательница известная, знаете, Анна Ахметова писала стихи там. А что-то, ну, как бы, помню, но так, чтобы сильно не помнить. Ну да. Ага. Ну, жена, в общем, да. Ну, выступ из рекламы «Ярубачення», вот, запамятовывается. Дуже много всякого. А как там было? Ой, увімкнуть, увімкнуть мне что-то новое. Цей слаган у веки, у веки, у веки, у веки, у веки, у веки, веки для себя в Украину. Вова не может вымолвать, но больше-менее каких-то, хотя бы на 8 букв. В него, взагалі, это сложно было. А до 8 еще ничего? А до 8, так что ничего. Ну, Янукович рассказывает анекдоты так же, как и выступает со своей трибуны. Тоже весело? Да, да. Тоже смешно? Можно посмеяться, конечно. Если поймешь. Да, да. В самолете летели пассажиры, да? И один из пассажиров с Украины достал бутерброд с салом и чесноком. И запах пошел по всему самолету. Да. И к нему подошел парень темнокожий, африканец. И увидел, как он присмоктывает. Смотрел, смотрел на него, слюну глотал и говорит, ну что, вкусно? Он говорит, вкусно. Будешь есть? Он говорит, буду. Он говорит, я понимаю, чтобы ты съел все, но я тебе не дам. Ну что ж, как вы видите, тяжело в одну программу ввести все таланты бывшего президента. Поэтому ждите завтра лучшую пятерку ляпов от Виктора Януковича. Спасибо большое, Артем. Мы с нетерпением ждем продолжения вашего сюжета в следующей программе. Новости культуры, если о нынешнем конкурсе Евровидения можно так выразиться. Итак, в воскресенье в Копенгагене прошел финал музыкального конкурса Евровидения 2014. Победу в котором одержал или одержала, скорее даже одержало участниццо из Австрии. Кончита Вурст. Как отметила бородатая женщина, она не рассчитывала, что будет представлять свою страну в этом конкурсе. Ведь в финале австрийского конкурса ей пришлось бороться против мужчины с шестью пальцами и трех сиамских близнецов. Также в самом первом своем интервью Кончита Вурст призналась, что она как две капли воды похожа на своего отца. Что касается участницы от Украины Марии Еремчук, то она заняла почетное шестое место, что на нынешнем Евровидении совсем неплохо для нормального и здорового человека, с чем мы ее и поздравляем. При этом Мария Еремчук опередила на одну позицию участниц от России сестер Толмачев, которые расположились на седьмой позиции. Как отреагировали в Москве на этот результат и чем это будет грозить Украине, нам расскажет наш специальный корреспондент Владимир Зеленский. Владимир. Добрый вечер, Украина. Добрый вечер, Киев. Любимый я, Владимир Зеленский, специально для Чистоньюз, нахожусь здесь, в сердце России. Если, конечно, сердце у нее еще осталось, на Манежной площади. Я вам честно хочу сказать, что все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда. Я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день и вас, бенгеровцы, уже немножко недолюбливы. Но теперь, что касается серьезных новостей, перейдем к Евровидению. Честно говоря, на седьмое место сестер Толмачевых россияне отреагировали неоднозначно. Я бы даже сказал, однозначно отрицательно. К примеру, продюсер девочек, сестер Толмачевых, Филипп Киркоров, на занятое седьмое место, сказал, что абсолютно было нечестно. Девочек освистывали громче других. А кроме представителей шоу-бизнеса отреагировали отрицательные представители российской политической элиты. К примеру, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что мы с этим результатом не согласны. Результат неадекватен и уже начал военно-морские учения у берегов Дании. А сегодня МИД России в Данию в территориальные воды. Дании отправлены четыре эсминца, два крейсера и даже «Аврора» под руководством самого адмирала Филиппа Киркоров. Но жёстче всех отреагировал, пожалуй, самый адекватный российский политик Владимир Жириновский. 50 лет назад советская армия оккупировала Австрию. Мы там были до 55 лет. Мы зря освободили Австрию. Мы должны там стоять. Что же касается меня, я согласен, что россияне не могли занять первое место, потому что то, что заняло в Дании первое место, в России по закону запрещено. Специально для Киева, специально для Чистанинс. Владимир Жириновский из Москвы, из неё, из Нерезиновой. А Валерий, Евгений. Спасибо, Владимир. А в утешении сёстрам Толмачёвым хотим сказать следующее. Девчонки, не расстраивайтесь. Вам всего 17 лет, пройдёт совсем немного времени, и у вас тоже вырастет борода. Вдохновившись победой участницы из Австрии, один из кандидатов в президенты Украины радикально изменил свой предвыборный имидж. А мы продолжаем. После покушения мэр Харькова Геннадий Керна с полным ходом идёт на поправку, о чём свидетельствует его фотография из больницы. Как показывает сам Геннадий Адольфович, не переживайте, у меня осталось ещё целых две жизни. Мы желаем скорейшего выздоровления Геннадию Адольфовичу. Возвращайтесь. Без вас реально скучно. Кандидатов в президенты Олегу Ляшко запретили посещать стриптиз-клубы, потому что как только Ляшко видит человека в трусах, он по привычке начинает его допрашивать. Международные новости. На саммите африканских стран Конго, Заир и Намибия решили помочь Украине своим оружием. Американский актёр и шоумен Джон Фелкон, обладающий самым серьёзным в мире мужским достоинством, завещал свой 34-сантиметровый экспонат одному из музеев ислами. Теперь у вахтёрши этого музея, кроме разгадывания кроссвордов, появится ещё одно хобби. На севере Индии учёные обнаружили целых 14 видов лягушек, ранее неизвестных науке. Из-за необычных движений лапками в брачный период этих земноводных назвали танцующими лягушками. С особой радостью эту новость приняло руководство телеканала СТБ, ведь танцующие лягушки позволят продлить проект «Танцуют все» ещё на два сезона. От новостей дальнего зарубежья перейдём к новостям недавнего зарубежья. Новости из Крыма. Торгово-промышленная палата Крыма подготовила проект по развитию в Крыму ореховодства. «Ну хоть шо-нибудь нам надо развивать!» – прокомментировали своё решение в торговой палате. О погоде в Крыму завтра по всей территории полуострова обещают дожди и молнии. Мы считаем, что для крымчан это хорошая новость, всё-таки какое-никакое электричество и какая-никакая нохвата. Новости спорта, Кистаньюз. В минувшее воскресенье прошёл матч между Донецким шахтёром и Луганской зарёй. В связи с референдумом в этих областях многие болельщики не смогли посмотреть этот матч. Сторонники независимости региона призывают болельщиков не расстраиваться, ведь если удастся отделиться от Украины, эти две команды будут играть между собой постоянно. Напомним, что по просьбе МВД все футбольные матчи Украинской премьер-лиги прошли без зрителей, но это никак не повлияло на атмосферу на трибунах. Руководство стадиона заявило, что просто акустика сооружения настолько хорошая, что эхо от речёвки осталось с прошлого матча. Скандал в Уэфа. Женскую сборную Италии по футболу специалисты подозревают в мошенничестве. В продолжении новостей спорта мы с удовольствием представляем вам наш традиционный хит-парад сомнительных спортивных достижений. И сегодня он посвящён баскетболистам. И не только. Ведь на третьем месте у нас баскетбольный мяч, который настолько устал от игры, что решил взять тайм-аут. На втором месте талантливый баскетболист, который по окончанию спортивной карьеры точно не пропадёт. Побеждают баскетболисты, которые только на площадке соперники, а за её пределами друзья и собутыльники. Привет, большого бутуна! Привет, большого бутуна! Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Напомним, что сегодняшние новости полностью зависят от того, что мы с вами делали вчера. Поэтому в наших с вами силах сделать завтрашние новости лучше. До встречи! Берегите себя! До свидания! Субтитры подогнали Симон.